Добрый день, уважаемые зрители! Я рад приветствовать вас на финальной встрече Чемпионата Саломбыла 2014. В этом матче встретятся команда Альянс и команда Неудержимые. Итак, нас ожидает интересный финальный матч, дорогие друзья. Бригада арбитров сегодняшней встречи Алексей Гришутин и Игорь Беляев обслуживают этот матч. Итак, игра стартовала, дорогие друзья. Назовем составы играющих сегодня команд. Команда Альянс, капитан Александр Дешевицин, вратарь Алексей Зинченко, а также Максим Шарыгин, Олег Кочнев, Андрей Бородкин. Ну, у него пасный мент, как раз Андрей с мячом. Неудачная игра, сейчас была игрока команды Неудержимый. Момент удар, мяч ходит на угловой. Олег Кочнев, Андрей Бородкин, Артем Нечаев, Степан Невзоров и Роман Гребенщиков. Еще один опасный момент, сейчас у ворот команда Неудержимый, мы сами видели. Олег Кочнев с мячом, и игрок команды Неудержимый выбивает мяч. Состав команды Неудержимый, Турабов Яков, капитан, на воротах стоит Роцкевич Алексей, в поле Галушин Вячеслав, Смоли Игр, Першин Артем, Быков Кирилл, Адрахманов Артем, Воронцов Алексей и Богданю Георгий. Итак, мы с вами смотрим мяч, снова Андрей Бородкин с мячом против Алексея, вот как он попытался сейчас обойти двоих. Алексей молодец, правильную стойку защитника сейчас выбрал. Итак, контратака может получиться, и снова вот уже Алексей на острие, момент, нет, мяч катится, просто-просто катится вдоль ворот. Итак, вот Олег сейчас Кочнев бьет выше перекладины. Организатором турнира выступила Дворовая ассоциация футбола и Центр развития массового спорта. Город Архангельс, мы сейчас смотрим, как Яков Турабов прорывается по флангу, отличный был у него сейчас прием. Сам финальный матч проводится на стадионе «Волна». Дорогие друзья, это Соломба. Итак, Слава Галушин с мячом, передача Яши Турабову, и вдоль ворот прострела Алексей Воронцов не успевает. Опасно, потенциально опасно. Оператор сегодняшнего матча Максим Ягунов сейчас предоставляет нам картинку, которую мы сами видим. Вот Яша с мячом уходит, снова момент, отличный, отличная игра Алексея Зинченко на борту. Контратака, Александр, Александр пытается прорваться. Андрей Бородкин с мячом, нет, не проходит он Артема Першина в обороне сегодня. Перехват взаимно, смотри, сколько борьбы у нас в финальном матче, сколько борьбы. Блестящий Андрей Бородкин проходит, момент прострела, отлично, Алексей Рацкевич. Рацкевич вытаскивает сложный мяч. Блестящая игра Андрея Бородкина. Итак, вот Альянс начинает свою атаку. Яша Тарабов прессингует и смотрим, ну получится ли. Сколько борьбы, да, сейчас мы с вами видим. Мяч у Андрея Бородкина, он сейчас на левом фланге атаки смещается в середину. Что же он будет делать? Удар с пыра. Вот это решение было сейчас опасно. Алексей Рацкевич контролировал ситуацию, но вот-вот еще одна техника тактической действия. В этом финальном матче Александр Дешевицин, момент, опасно, опасно. Роман Гребичиков был на стри. Еще один удар Андрея. Вот Яша с мячом, сейчас контратака развивается, команда неудержимых. Смотрим. И что? Нет, судьи не фиксируют нарушение правил, они просто останавливают матч. Удар по ногам получил Слава Голошин, видимо. И так, снова команда Альянс в атаке. Вот здесь уже отлично Слава и Гадыбурт. Смотрите, какой толчок рукой сейчас, дорогие. Ну что это? Судьи, уважаемые. Момент, смотрите, какой. Мяч затесался ворот. Андрей с мячом. Еще. Ух ты как. Блестящий Рацкевич. Снова вытаскивает вратарь этот мяч. Ну какой момент сейчас был, а? Вот уже Слава Голошин уходит под правый удар. Здесь на месте вратарь. Обменялись команды острыми моментами. И вот на этом подходит к концу первый тайм. И самый опасный момент возник у ворот команды неудержимый. После неоднозначного эпизода с Александром Дешевицыным и Алексеем Воротцовым. Итак, второй тайм начался. Отличная игра Яши Турабова головой. Прострел Яша снова на стрель. Момент. Вратарь на месте. И даже не фиксирует углового удара от ворот. Итак, Олег Почнев передачен. Александр отлично. Он ставит корпус. И вот в борьбу с Артемом Першиным. Но отлично Артем Першин ставит корпус. Без нарушения правил мяч уходит за линию в ворот. Александр уходит вправо. Бьет. Рядом со штангой. Мы смотрим с вами лучшие моменты этого матча. Алексей Воронцов проходит по флангу. Но в целом матч был не самый интересный, дорогие друзья. И опасный метод не так много. Очень много борьбы. Насыщенный матч. Команда не желает уступать ни участок поля, ни один участок поля. Так вот Слава Галушин с мячом. Сейчас передача в центр. Видите, сколько, сколько. Брак и удар Артема Першина. Выше перекладины. Это свойственно финальным матчам. Традиционно они всегда получаются очень тяжелыми. Команда не желает уступать, потому что цена ошибки. Это поражение в этом матче. Вот передача. Отличная Олега в исполнении была на Александра. Очень активный проводит матч Александр. Дешевицын и по технико-тактической действиям сейчас подсказывает мне режиссер. И момент. Александр пока лучший. Вот там борьба на фланге. Момент. Вот Андрей снова с мячом. Это всегда потенциально опасно, когда этот парень с мячом сейчас уходит. Снова Александр. Момент. Олег Кочнев в передаче. Против него Артем Першин. Артем выиграет. Эта борьба, но, к сожалению, мяч укатывается. Не точно. Андрей с мячом уходит от второго. От третьего. Что творит этот парень, а? Ну, дальше не вышло. Передержал мяч немножечко Андрей. Но, тем не менее, хорошо он играет в этот финальный матч. Много опасными навсадет. Вот уже Слава Галушин ошибается. Еще раз. Итак, Яша Турабов принимает мяч. Здорово разворачивается. Здорово уходит от Андрея. Передача. И вот момент. Игорь Смоли вышел на замену, кстати, только что между Алексеем Воронцовым. Это уже совсем-совсем концовка встречи, дорогие друзья. Вот уже 10 секунд до конца. Смотрите, какая ошибка. Андрей Бородкин прорывается по флангу. Александр, ну! Рядом со штангой. На последних секундах этой встречи, дорогие друзья. Вот это момент. Вот это момент. Александр по технико-тактическим действиям вместе с Андреем Бородкиным и Яшем Турабовым делят лидерство в этом матче. Они лучшие по технико-тактическим действиям. Вот еще момент не закончился. Все. Матч завершен, дорогие друзья. И нас ждет серия пенальти. Какая прекрасная серия пенальти. Всегда очень интересная. Итак, первым бьет команда неудержимая. И у мяча будет Игорь Смоли, дорогие друзья. Против вратаря Алексея Зинченко. Счет 0-0. Игорь Смоли с левой бьет во вратаря, дорогие друзья. И Алексей Зинченко делает сейв на воротах. Итак, дорогие друзья, у мяча теперь Андрей Бородкин. Это пенальти команда Альянс. Момент. Удар. Гол забивает Андрей. Но как на тоненького сейчас он забивает, а, дорогие друзья? Мог, мог Алексей Роцкевич взять этот мяч. По центру вниз был удар. Итак, второй пенальти, дорогие друзья, у мяча. Слава Галушин, штатный пенальтист. Что же? Удар. Гол забивает Вячеслав. И сохраняет интригу в этом матче. Теперь уже нужно брать Алексея Роцкевичу пенальти. Итак, о команде Альянс нужно забивать. Момент. Взятие ворот фиксирует арбитры. Гол показывает на центр. Но смотрите, смотрите, зрители возмущаются. Они недовольны, они видели что-то другое. Но сейчас мы с вами посмотрим повтор и все увидим с помощью оператора Максима Югуна. Момент. И, конечно же, был гол. В нижнюю шестерку забивает мяч команда Альянс. Поэтому никаких вопросов. Яша Торобову нужно срочно забивать. Промах лишает возможностей. Гол забивает Яша. И оставляет шансы команда неудержимая на чемпионский титул. Теперь должен промахнуться Александр. Его пенальти может решить судьбу чемпионства. Александр Дешевицин. Момент. Гол забивает Александр. Команда Альянс чемпион Соломболы 2014. Спасибо всем, дорогие друзья. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok